Куар-коды будут требовать с красноярцев и после 7 ноября. Мало того, список заведений, куда без них не пустят, будет расширен. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов. Роспотребнадзор порекомендовал расширить сферу применения куар-кодов в Красноярском крае. Ведомство предлагает ввести систему входа по сертификату о прививке или перенесенной болезни в кафе и рестораны, а также в парикмахерские салоны красоты и другие объекты индустрии красоты. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы. Куар-коды планируется ввести при входе в бассейны и фитнес-залы. Напомню, сейчас ограничения действуют только для входа в ТРЦ, а также на объекты культурных и спортивных состязаний. Прорабатывается ситуация, которая будет складываться из того, что допуск граждан будет при наличии куар-кодов не только в торгово-развлекательные центры, но и на гостиничный бизнес, при заселении в гостиницах, дома и базы отдыха, пансионаты. Это и в организации общественного питания, кроме тех, кто работает на вынос, доставку. Куар-код Рост заболевания коронавирусом в нашем регионе пока остановился. Уже несколько дней в крае выявляют примерно по 680 новых пациентов. Сегодня их 681, накануне было 684. В самом Красноярске сегодня 149 новых заболевших. Вчера было на 5 человек больше. Выздоровели 557 человек, что снова меньше количества новых заболевших. На карантине под наблюдением медиков сейчас более 46 тысяч человек. Каждый день к ним добавляется по 3-4 тысячи новых. Не справились с болезнью 30 человек. Николай Феров приехал уже на пепелище. В этом доме живет его родственник. Он и рассказал мужчине о пожаре. Огонь вспыхнул в начале пятого. Пламя на этот участок перекинулось почти сразу. Оно уничтожило деревянные заборы по линице. А возле входной двери начали плавиться окна. Покидать постройку пришлось, рискуя собственной жизнью. Таким пожар увидели жильцы пятиэтажки напротив Анита и вызвали на место экстренные службы, попутно спасая припаркованные рядом машины. Три деревянных дома в этот момент были полностью охвачены огнем. Сам не испугался, просто за машиной испугался. У меня тоже машина здесь стояла. Побежал, как головешки полетели. Правда на капоте там, ну как маленькие такие были, как вольки. То, что снег учел, вот этот дождик, они как бы не прогорели. По словам местных жителей, пожарные прибыли на место буквально через 10 минут после первых звонков в экстренные службы. К пяти часам возгорания локализовали. Погибших нет. На одном из участков сгорела старая легковушка. Три деревянных дома также не восстановить. Но, по словам соседей, в них года четыре никто и не живет. Как она сама возгорелась. Причем один раз летом уже горела. И сейчас загорелась. Бечей там никаких не было. То есть никто там не поселялся так на зиму перезимовать. Но, тем не менее, все загорелось. Что стало причиной пожара, неизвестно. В МЧС озвучили только предварительную версию. Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. А это значит, что в заброшенных домах этой ночи кто-то мог и побывать. Впрочем, точную причину пожара еще предстоит установить. Виктор Бородин, Илья Сенькевич, Седьмой канал. Тогда уже поедет. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Владимиру Дубовикову грозит до 10 лет тюрьмы. Тихий час могут ввести в Красноярском крае. Законопроект появился на сайте регионального правительства. Согласно тексту документа, шуметь запретят еще и с 13 до 15 часов в любой день, кроме нерабочих и праздничных. Закон в случае принятия не будет действовать только во время ЧАЭСа. Также не будет распространяться на строительство и ремонт капитальных объектов и дорог, на массовые мероприятия и религиозные обряды. Добавлю, что сейчас в крае уже действует запрет на шум с 11 вечера до 7 утра в будни и с 22 часов до 9 в выходные. Десятки красноярцев выплачивают ипотеку за квартиру, которая может им не достаться. Речь идет о жилом доме «Добрые соседи» на улице Прибойной. Его должны были сдать еще в ноябре 2018-го, но строительство затягивалось. А после застройщика объявили банкротом, и люди начали получать исковые письма от Сбербанка. В них сообщается, банк будет продавать на публичных торгах квартиры, за которые они выплачивают ипотеки, так как строительство этого дома было в двойном залоге, о чем дольщики не знали. Своих квартир могут лишиться не только ипотечники, но и те, кто купил квартиру, заплатив сразу всю сумму. При этом сам дом еще даже не достроен. Нам никто ничего не сообщал, потому что в договоре кредитования между свой дом и Сбербанком есть пункт 3.1.10, который запрещает им разглашать нам эту информацию. И когда мы спрашивали про пункт 5.1 в нашем договоре, уступки прав требования, спрашиваем, а что это за залог? Ну, это потому что вы еще потеку берете, это залог Сбербанка. Он гарантом является, они финансируются, все будет достроено, все по закону, распишитесь. Вот так нам объясняли, нам никто риски не объяснял. Уже сегодня намечена встреча представителей Краевого министерства строительства и службы строительного надзора и жилищного контроля с руководством Сбербанка. О ее итогах и дальнейшей судьбе дольщиков дома добрые соседи мы расскажем уже в вечернем выпуске новостей. Резкое похолодание и потепление – это краткий прогноз на первую неделю ноября. Завтра еще будет достаточно тепло, плюс один днем, минус три ночью, пойдет снег. Но уже к середине этой недели дневные температуры опустятся до 10-12 со знаком минус. Ночью около 16 мороза. Однако холода придут ненадолго. К пятнице потеплеет, днем минус 4. К выходным температура будет прибавлять. К этому прибавятся осадки в виде мокрого снега. Около ноля обещают в субботу днем и плюс три в воскресенье. Добавлю, что это будут последние теплые выходные в этом месяце. Морозы на этой неделе будут самыми сильными в ноябре. Далее так низко столбик термометра опускаться не будет в краевом гидрометцентре. Рассказали о погоде на предстоящий месяц. К концу недели дневные температуры будут держаться на уровне нуля градусов. Среднемесячная температура минус 10. Синоптики говорят, более подробный прогноз сейчас дать невозможно. Ноябрь для них самый трудный месяц. Где-то вот 10 ноября возможно даже оттепили в дневные часы до плюс трех, плюс пяти. Вполне возможно. Вот дальнейшее следование, как оно будет идти, все будет зависеть от синоптической ситуации. У нас прогноз в ноябре самый неустойчивый. На ковре схватка спортсменов из Кемеровской области и Забайкальского края. Финал. До конца поединка меньше минуты. На кону первое место. А потому в ход идут ловкие и сильные захваты, броски и перевороты. Никто не хочет уступать. И даже страх остается на заднем плане. Ведь впереди победа. А значит, пасовать нельзя. Последняя схватка за первое место была напряженной. Потому что все-таки неопытен еще на таких турнирах бороться. Но у меня получилось собраться и победить. Все, кто за меня болеет, я почувствовал их тоже счастье, разделил их с ними. Побороться за звание лучших в Красноярск приехали спортсмены из 17 регионов. В их числе Амурская область, Якутия и даже Северная Осетия Лания. Возраст спортсменов 16-18 лет. Они настроены на победу, но признаются, что немного напуганы. Многие в турнирах подобного уровня участвуют впервые. Я не боялся. Боялся? Боялся. Чего боялся? Ну что, проиграю. Все может быть на ковре. Может выиграть, может проиграть. Но я думаю, проиграю. Свою победу я посвятил бабушке и дедушке. За три дня разыграли 9 комплектов медалей в категориях от 48 до 110 килограммов. Рекордсменами по количеству наград высшей пробы стали Якутия и Бурятия. В копилке красноярцев одно золото, два серебра, три бронзы и возможность оказаться в краевой сборной. Я как главный тренер, я все время смотрю насчет резерва, по поводу резерва сборной команды Красноярского края. Поэтому, если есть вот такие бойцы, ребята, которые выходят, не стоят, а идут бесстрашно борются, настраиваются на хорошую борьбу, показывают хорошую борьбу, это радует. Также для красноярских атлетов это особенный турнир. Он проводится на призы прославленного земляка и единственного в мире трехкратного олимпийского чемпиона Буйвайсара Сайтиева. А потому получить здесь награду любого уровня – это большая честь. Нешуточные схватки идут. Конечно, победит сильнейший, но я уверен, что они перед тем, как выходить, смотрят поединки, когда Буйвайсар боролся, вдохновляются его мастерством, хотят походить на него, поэтому, я думаю, это еще больше стимулирует. За три дня на ковер вышли более 280 спортсменов. Получить свои награды им не помешали ни страх перед соперником, ни даже отсутствие зрителей. Из-за введенных ограничений болельщики в лице друзей, родителей и родственников остались дома. Наблюдать за поединками они могли через интернет. За время проведения соревнований трансляцию посмотрели 45 тысяч человек.